Тем временем нарушение самоизоляции в майские праздники привело к кратному росту числа заражений коронавирусом. 12 мая по данным сайта СтопКоронавирус.РФ в Чувашии 1282 случая заражения, из которых 62 за последние сутки. Подробнее расскажет Рифат Фадкулин. Если в начале майских праздников у более 90% заразившихся коронавирусом пациентов в республике заболевание проходило бессимптомно, то сегодня стало больше людей, имеющих ярко выраженные клинические проявления. Если на входе в праздничный период в конце апреля, в начале мая текущего года мы с вами могли строить достаточно оптимистичные прогнозы и говорили про возможность даже открытия или дать разрешение работы торговым центром, то, как уже я выше обозначил определенные показатели, по окончании этого праздничного периода статистика, и ситуация в корне поменялась. Так что с сегодняшнего дня жителям республики разрешается только гулять и заниматься спортом на улице, но с соблюдением дистанции. Олег Николаев подчеркивает, в общественных местах носить маску обязательно, при посещении магазинов, при поездках в транспорте, такси и на работе. Дорогие земляки, еще раз напоминаю, что ситуация может измениться очень-очень быстро. И в какую сторону эта ситуация пойдет, изменится, зависит только от нас. От каждого из нас, кто где находится, на рабочем месте, прогуливается или иные функции выполняет. Важно просто придерживаться всех тех мер безопасности и быть дисциплинированными самому, следуя рекомендациям врачей и Роспотребнадзора. И самое главное, перетерпеть некоторое время, уважаемые друзья. Ожидаемые 100 данных и в сфере занятости. Число безработных в Чувашии по сравнению с началом года выросло в 4 раза. Пандемия оставила без работы почти в 18 тысяч человек. Для таких граждан предусмотрена государственная поддержка. Так, гражданам, уволенным и признанным безработным, начиная с 1 марта текущего года, пособие по безработице в апреле-июне устанавливается в размере 12 130 рублей. Таким безработным гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, помимо этого пособия, дополнительно выплачиваются еще по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. При дальнейшем снятии ограничений будут учитываться три главных показателя. Прирост новых случаев заболевания, наличие места в больницах, незанятыми должны оставаться как минимум 50% коек и число проведенных тестов. Пока наша республика проходит только по последнему критерию. Продолжение следует...